Когда свалит этот вирус. Ладно. Сейчас наварю картошечки, бахну кусочек селёдочки, и будет всё окей. Молоко кипятило на какао. Вернее, я хотела сначала цикорий выпить. Потом думаю, какой цикорий? Я хочу какао. В общем, молоко у меня выкипело, вода у меня перекипела, завалялся у меня тут такой вот, видите, лимонно-маковый пирог. Ой, какой же он вкусный! Вкусный сил нету! Ну, это он вкуснейший. Я от всей души вам советую его приготовить. Ну, не пожалеете, вот честно. Ссылку оставлю под видео, как я его делала на своём кулинарном канале. Вот приготовьте, девочки. Легко, просто, а вкусно. Я лично не ожидала, что он будет такой вкусный. Но это, это просто балдёж, балдёжный пирог. Там вон лимонная цедра виднеется, видите. В общем, сейчас я буду какао пить с этим пирогом. Сходила на почту, забрала посылку из Китая. Теперь боюсь к ней дотронуться. Фубия, уже фубия образовалась у меня. Не врос, так точно. После похода в магазин пью водичку. Зачем? Ты специально пытаешься меня довезти. Если там что-то попало, пусть смывается куда-то туда. Говорят, надо каждые 15 минут пить воду. Чтоб вирус смывался в кислоту, в желудок. Ну, прикольно, наверное. Но я пить захотела просто. Сейчас я вам покажу, что мне из Китая пришло. Вот такая штука. Видите, с деревянной ручкой. Это тесто мешать. Как берете и мешаете тесто. Быстро так пришло. Я думала, не придет. Я его заказала, эту штуку, еще до карантина. Потом бах, карантин. Я думаю, ну все, ничего уже не придет. А ну раз и пришло. Вчера пришло извещение, что пора получать. Ну, пошла сегодня, получила. Вот, теперь у меня есть такая штука, тесто мешать. Ой, устала. Устала. На улице ветер. По дороге зашла в магазин продуктовый. Открытый. Люди все в масках ходят по улице. Ну, не все, конечно, но многие. И мужчины, и женщины. Вот, а я выперлась без маски. Смотрю, на магазине написано карантин. Карантин, вход без масок запрещен. Я и расстроилась. Нашла салфетку влажную. Думаю, ну сейчас, если начнут выгонять, закрою салфеткой влажной и буду проситься. Ну что ж, домой за маской идти. В общем, целое дело. Ну, ничего, зашла, не выгнали. Не выгнали, там таких много, как я была. Но написали. Наверное, их заставили написать для порядка. Ну, зашла. Хотела там яблочек купить. Яблочек. Яблочки купила. Потом, смотрю, селедка лежит. А мне в селедку нельзя соленая. У меня начинаются отеки после селедки. Не знаю, на какой почве. Ну, в общем, нахожая людина. И я избегаю кушать соленую рыбу. Стараюсь ее не есть. Ну, смотрю на эту селедку. Она на меня смотрит. А их там две. Одна большая, другая поменьше. Ой, схватила я ее. Схватила. Не оставила. Огубцы соленые купила, потому что некому в подвал лезть. Да я и не знаю, есть ли они там уже или уже кончились. И цибульки. Цибулька такая задохлая. Яблоки по 25 гривен голден. По 25. Но я не знаю, почем они здесь были. Повысили цену или нет. Но я купила по 25. Четыре яблока 17 гривен. Лучок. Тоже не помню, поскольку. По 20, что ли. По 20 гривен лук. Крепчатый. Огурцы по 40 килограмм. А селедка, не помню, почем. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Вот. Четыре яблочка. Голден. Огурчики 6 штук. Не помню, на сколько. На десятку, что ли. Селядина. Тоже не помню, на сколько. Ну, огурцы и селедка. Получились почему-то на 35 гривен. Это вообще даром. Я не знаю. Что-то мне показалось сильно дешево. Может, она просчиталась. А может, так оно и здесь. Ну, 35 гривен огурцы и селедка. Это что-то совсем даром. И лучок. Лучок еле на выбирала. Мягкий он у них весь. Это вроде бы ничего. Тверденький такой. Вот этот не очень. И вот эта цыбулинка хорошая. В общем, такие не мои нажидки. Так что надо ходить в маске, в магазин. А то могут и не пустить. Нас на работе перевели на работу по суткам. Я теперь ухожу на работу на сутки. И работаю сутки. Раньше мы работали день, ночь и два дня дома. А сейчас я ухожу на сутки. Ну, как бы так, знаете. Мы раньше давно так работали. Потом нас перевели, сказали, это незаконно. Нельзя столько женщинам работать. Ну, а сейчас всё можно. Всё можно, потому что эпидемия. Эпидемия. Ой, чем это всё кончится? Как вы думаете, чем это всё кончится? Аж плакать хочется, честное слово. Но я не буду. Я не буду плакать. И вы не плачете. Мы не будем плакать. Ну, когда это всё кончится? Когда закончится этот карантин? Когда свалит этот вирус? Ладно. Сейчас наварю картошечки. Бахну кусочек селёдочки. И будет всё окей. Как ни пытайся, только на ум приходит одно. Взгляды на жизнь напоминают взгляды в окно. Виде на жизнь напоминают взгляды в окно. И то, когда вы evapor